приветствую вас друзья с вами варчик расскажу вам последние новости которые происходят в игре это в основном различные акции никогда не видел такого количества акций еще и таких жирных и это уже немножко мне кажется перегибает палку но в общем давайте по порядку первая акция называется 1 плюс 1 равно 3 при покупке двух танков получите 3 в подарок как это работает с 12 октября 9 мск по 15 октября 23 59 мск то есть всего-то три дня 13 часов осталось на момент когда записываю видео нужно зайти в новость нажать кнопку участвовать после чего перейти в прем магазин и до 15 октября 23 50 дети маска купить два любых прям танка подарочный прям танк будет того уровня который вы купили самый низкий то есть если вы купили один уровень 6 1 8 то вам подарят 6 если вы купили один седьмой уровень и 1 8 то вам подарят 7 если вы 2 8 купили то вам подарят 8 уровня танк после завершения акции до 30 октября в клиенте игры в поставках из тыла появится список доступных танков соответствующего уровня и нужно будет забрать свой подарок до 30 ноября также если у вас есть все танки из этого списка то можно будет в этих подарках из тыла забрать серебро 4 миллиона 400 тысяч за 7 уровень 3 миллиона 200 тысяч за 6 уровень 2 миллиона 400 тысяч теперь я порекомендую лучшие танки из тех которые сейчас продаются в прем магазине пользоваться этой акции или не пользоваться решайте сами нужно она вам или нет на мой взгляд здесь не так уж много хороших танков чтобы прям нести сломя голову участвовать в этой акции и у меня честно говоря складывается ощущение что танкистов нет проблем с количеством танков некоторые из хороших танков можно взять за боны некоторые можно было бесплатно в марафоне получить довольно таки сильные танки учитывая то что новых игроков не так уж много в игре а старых много то я думаю что у них и так достаточно всего но может быть за годы проведенные в игре не у всех еще куча танков поэтому давайте посмотрим что тут есть все танки перечислять не буду вы можете зайти в при магазин сами посмотреть я только упомянул лучшие из них все они стоят восьмого уровня в одну цену 1763 рубля здесь из лучших могу выделить льва очень приятный простой хороший танк на нем очень легко играть он после а по неплохой опнули его конечно давно но фармит серебро он достойно и он очень приятный и удобный также здесь есть amx m4 млес 49 но его лучше взять за боны он после а по очень хороший рекомендую его за боны взять также здесь есть всякие стрв в кустах посидеть но это на любителя также здесь есть туртел мк-1 сейчас очень сильный танк после а по он прям невероятный но еще расскажу если вдруг кто не смотрел прошлое мое видео это танк не совсем про броню он больше про классную дпм ную пушку с хорошими венами танкует он только верхней частью рубки это от рельефа еще и если рамбуешь не нужно надеяться что ты просто на нем выехал в чистое поле и все танкуешь но танк очень сильный также здесь есть вы к 75 0 1 к но его если и брать то за боны и даже за боны я не сказал бы что он самый лучший хвк 30 тоже лучше брать за боны неплохая лтш канона больше про стрельбу и урон нежели про лтш ность также на седьмом уровне неплохой игл 7 на шестом уровне т-34 85 м хэви танк номер 6 без брони но очень хорошо набивающий урон танчик он больше про пушку нежели про броню также старого м4257 альт а2 шведская стежка что уровня с хорошим барабаном и пушкой м41 fl10 французский барабанная ст но он менее удобные чем шведский ну и по сути тут больше выделить особо нечего остальные танки с нюансами либо спорные и очень много танков которые абсолютно слабые да тут есть танки которые еще стоит хотя бы упомянуть а то там в чатике в комментариях у людей прям тряска начнется если их любимые танчики не упомяну конечно же здесь еще можно купить объект 8 4 а в за 121 ft canon яхт panzer 105 м x и до 105 сенлок колебан ну и пожалуй принципе все лучшие танки я назвал те танки которые хотя бы можно упомянуть я назвал все остальное не особо то стоит упоминать даже вы можете все это сами посмотреть в при магазине то есть можно до 15 октября купил два танка получить третий в подарок конечно самая жирная награда вас ждет если вы купите два танка 8 уровня тогда их подарок вы получите тоже восьмерку ну и потратите вы на это тоже больше такая себе выгода тратить больше допустим если у меня нет танков чтобы я себе взял в первую очередь я бы сто процентов взял бы себе льва и если у меня нет бон или я новичок и большое количество бон будет у меня не скоро я бы еще взялся амx m4 мл 49 либо если боны у меня есть то вместо амx m4 мл 49 я бы взял себе turtel mk1 а потом за боны взял бы еще себе амx m4 мл 49 ну и в принципе все это наверное три танка который мне больше всего здесь нравится я бы на них реально поиграл бы прямо сейчас этого три танка который мне больше всего нравится здесь прям азин а что выбрать в награду в этих поставках из тыла опять же здесь список танков тоже примерно такой же в награду здесь лучше танки turtel mk1 амx m4 мл 49 а вот льва в награде нет на манеже одни и те же так еще и меньше стало по сути супер крутых танков здесь всего лишь два но можно еще выделить т26 е5 после апа канон яхт панзер 105 если в кустике посидеть с хорошей пушки пострелять но сейчас такой геймплей не особо приоритете в рандоме в нынешних быстрых боях на коридорных картах тот же самый хвк-30 объект 274 а сэндлок вот эти вот lt про урон не особо то тоже актуально ну и по сути тут больше особо выделить нечего старого с 1 на любителя с куста пострелять по сути здесь два лучших танка это mx m4 мл 49 и turtel mk1 но эти же лучшие танки и находятся в при магазине единство что там есть лев и все по сути получается берем льва и turtel mk1 а в подарок выбираем mx m4 мл 49 это самое лучшее что можно взять на мой лично взгляд но опять же mx m4 мл 49 в боновом магазине можно взять не потратив ни копейки либо в награду можно взять какую-нибудь лт-шку либо пт-шку с хорошей пушкой больше вариантов я не вижу вообще никаких но и в целом эта акция больше похоже на то что но возьмите уже что-нибудь купите очень надо что вы что-то нибудь купили потому что такого количества и наплыва акции ну я вообще никогда в жизни не видел это просто жесть также еще четыре дня в продаже 3d стиль проект 103 marlin 624 рубля стоит 3d стиль на любой танк 8 уровня а на десятку сейчас 3d стиле вообще стоит в два раза больше 1200 там как и говорили разработчики 3d стиле это прям создание еще одного танка в игре поэтому они столько и стоит дороговато конечно получается чуть ли не половину прям танка покупаешь когда покупаешь 3d стиль а также там еще куча 3d стилей в при магазине на постоянную основу добавили там и для и 50 для пантер для колебана также есть тот легендарный 3d стиль 10 олень легендарного в нем только название наверно появилась такая какая-то скрытная невероятная акция события если сыграть один бой на елке и лс иван 90 то после боя вам вылезет предложение в игре в ангаре купить на него 3d стиль со всякими там елочками там какие-то сумочки еще по бокам висят но в общем все как надо чтобы сидеть в кусту стоит это удовольствие 4000 золота также я так понял можно не только на елке сыграть а и на каком-нибудь другом танке допустим су-130 pm и на нем тоже после одного боя сыгранного вылазит предложение на 3d стиль может еще на какой-то танк тоже есть такое же честно я не уверен я уверен только то что такое есть на елке но если на каком-то танке вы один раз уже выехали в бой получили предложение то на следующих танках она уже не вылазит то есть выбираем какой-то один танк на котором когда-то в игре продавался 3d стиль скатаем на нем один бой и после этого возможно вылезет предложение на него уверен только про елку и кстати 3d стиль на елку впервые в игре продается таким вот каким-то скрытным способом видимо танк про маскировку 3d стиль про маскировку про кустики про елочки и предложение на него тоже скрытное такое также еще не забывайте что в премиум на магазине можно зайти бесплатный набор забрать там сейчас 5 демонтажных наборов ну и в конце новость про первые 20 дней акции возврата игроков в которой выдают кировец 1 если вы не играли в игру 100 и более дней сто семь тысяч аккаунтов получили кировец 1 захотя в рандом я вообще этих кировцев не вижу то ли они в 3d не поменяли то ли они уже и наигрались в игру но еще и не понятно сколько из этих кировцев на самом деле были твинками люди зашли просто получили танк вот допустим я на своем твинке получил танк и ни разу даже не играл и не собираюсь какого-то жесткого прироста онлайна я не особо не увидел и в целом все эти кучи акций это конечно прикольно и интересно если бы в игре было бы все в порядке я каких-то прям значимых улучшений или изменений не заметил если люди ушли из игры и по таким акциям их возвращаешь в игру то что они увидят и я считаю что и так у них танков наверное было предостаточно люди наверное из игры ушли не из-за того что у них танков нет как раз таки танки у них скорее всего есть ушли из игры они из-за того что они ну наигрались такое и вернувшись допустим по этой акции они хотят увидеть улучшение игры но на мой взгляд разработчики как не слышали свою аудиторию так и не слышат до маркетинг акции фиг акции этого всего предостаточно каких-то хайповых новостей всего навалом видео в этой игре есть про что делать чуть ли не каждый день но вот в плане геймплея в плане основного режима в плане основного режима рандомного да и каких-то возможно второстепенных режимов разработчики не особо слышат свою аудиторию можно даже вспомнить сколько всего по наобещали за все годы но много что так до сих пор они сделали постоянно откладывается все на потом да на потом все время это не приоритетное все время не хватает рук но на создание каких-то там штурмовых пт-сау на это время есть руки есть и так далее а вот исправить допустим коллижен модели трупиков танчиков там дыры в трупах видно врагов за этими дырами видно контура не видно 13 лет трупики как были кривущие так и нормально стрельба была приятная вот можете просто на картинке посмотреть насколько часто летел снаряд в середину стрельба была кайфовая приятная я ради нее остался в игре мне она понравилась я с кайфом играл потом никто не просил взяли стрельбу поменяли на менее приятную теперь люди просто про подкрутки 20 раз в секунду говорят вообще не верят в механику стрельбы абсолютные просто не доверяют игре мне вообще ощущение что большая часть онлайна вообще абсолютно убеждена что им просто крутят стрельбу но она просто кривущая изначально хотя когда-то была очень приятная кайфовая стрельба я думаю которая всем нравилось и люди поэтому играли по 100 боев в день с кайфом поскольку стрельба не раздражала она иногда вносила некие неожиданные выстрелы но они были не часто они просто вносили разнообразие а сейчас стрельба такая что она не часто понятная она чаще непонятная и разнообразие перевалило уже некую грань адекватности вот те же самые вот эти акции 1 плюс 1 равно 3 это же больше похоже на какие-то там я не знаю купи две пачки соли получи третью в подарок или две коробки спичек 3 в подарок это же какие-то нищенские акции чтобы просто распродать ненужное если на складе там что-то завалялось а люди у которых потом будет куча прям танков они когда следующий раз захотят что-то покупать а прироста новых игроков сильно много-то и нет и старым игрокам разве нужно вот это по прям по 3 прям танка и насколько это все обесценивается когда ты кировца за вход в игру даешь когда ты третий прям танк на халяву даешь все это как-то не туда как-то все не то и я вот случайно вчера посмотрел другую танковую игру просто зашел в к видео и она мне предложила танки но не те и не те которые вы подумали не war thunder какая-то другая там умирающая игра про танки наша же не умирающая я как посмотрел на мини-карту я как увидел какого масштаба там карты и я так подумал елки-палки а мы вообще на каких-то скукоженных микрокартах играем с двумя коридорчиками в каждом уголочке камень куст и дорожка между ними там столько проездов там столько больших дорог объездных берегов каких-то и так далее там такая масштабность карты что такое ощущение что туда бы из мира танков три карты на одну влезла бы а там всего лишь 15 на 15 играют сейчас в рандоме такие скорости а что на вот этих вот клочках земли с двумя дорожками и одним камнем кустом невозможно чтобы бой не закончился за три минуты тем более когда тебя с неба еще поливают коричневыми снарядами соглушением акции это конечно круто и классно но мне кажется что нужно держать свое имя на достойном уровне они чтобы считали твою игру казино стрельбу считали подкрутками открутками и не верили в нее вообще пускай люди может быть не разобрались в этой стрельбе до конца пускай может они правы или неправы это неважно это посыл того что людям это не нравится они этим недовольны она дискомфортная токсичная и раздражает постоянно вот в этом точно нужно можно быть уверенным но разработчики за годы развития своей игры умудрялись высказываться по типу что в игре нужно пострадывать нет не нужно в игре пострадывать ни в коем случае вообще не должен никто в игре страдать не иногда нередко они вообще никогда максимум что может быть это поощрение за правильную игру не поощрение за неправильную все они какие-то пострадывания какие пострадывания вообще вот этот включение одновременно 6 режимов когда рандом очень плохо себя чувствует теперь основной режим очень плохо когда попутно включается много режимов ему плохо даже когда один второстепенный режим включен там какой-нибудь линия фронта или еще что-нибудь поскольку в нем когда мало людей балансировщик вообще тупит собирает черти что плюс еще основная аудитория перебегает куда-то там и основные схемы разыгрывания боев на картах они ломаются поскольку остаются люди которые ну так вот играют как попало когда костяк игры куда-то смещаются в соседний режим а ведь в игре не так уж много людей да там сто тысяч иногда 200 тысяч но разделите все эти сто двести тысяч на пять шесть серверов разделите их на десять уровней ну хотя бы на пять разделите его еще на несколько режимов а сейчас их очень много одновременно включено и задайтесь вопросом а сколько людей играет на вашем уровне сейчас в рандоме 300 человек или сколько 5000 человек на некоторых серверах онлайн и такого нету 5000 если на какой-то 9 зайти а на некоторых ну дай бог 20000 онлайн это вот разделить эти 20000 онлайн и на все эти режимы которые вы включили какой-то там полигон стальной охотник потом еще какая-то аркада натиск и рандом это 5 режимов разделите 20000 на 5 и потом еще раз на 5 разделите потому что там 5 играбельных уровней у вас в игре и сколько на одном уровне людей играет тысячи человечков а из этой тысячи человек еще разделите людей на лт ст пт т т и арту и сколько там людей вообще остается это еще 5 200 человечков сейчас очень тяжело в рандом играть и игра так сильно ускорилась что новички которые приходят в игру или люди которые давно не играли они просто зашли глазами блэм-блэм бой закончился посмотрите он как играют вот лёха зашел полгода не играл в танки зашел у него почти каждый бой ничего бою не набита ни урона ничего просто покатался посмотрел как бой прошел там ну в некоторых боях иногда что-то там дел внимание вопрос чел останется в игре в которую он просто зашел в бой посмотрел как он без него прошел и так раз за разом он там один из десяти боев что-то поделал скорость боя неприемлемо быстрая для новичков и для тех кто давно не играл невозможно в это влиться то есть игра просто не дружелюбно к новичкам да там на низких уровнях ты с ботиками больше играться но с нынешними скоростями прокачки сексами акциями x5 x3 и так далее десятки выкачиваются просто по щелчку пальца и там у людей по 1000 по 2 боев десяток в их выкачано штук по 5 очок толку то с такой скорости прокачки чего там чел научиться играть еще с такой скоростью игры не туда игра идет на мой взгляд не туда она теряет свое лицо танки должны быть редкими желанными они не должны обесцениваться они не должны просто как мусор раздаваться направо и налево скорость боя слишком быстрая и для старых игроков напряжена каждый день играть вот эти турбо бои и для новых игроков они вообще не успевают даже понять в какую мясорубку они попали и старые вещи в игре ну понятно что надо перерыть много чего в игре чтоб что-то там исправить эти камеры там еще что-то там в игре перекошенные там эти трупики и так далее но кто этим заниматься она бесит каждый бой да но откладывается до не хватает рук да 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 но он это бесит игроков каждый бой каждый бой камеру перекручивать каждый бой трупики неведомой формы каждый бой очень быстрый каждый бой стрельба неприятное токсичное и в это все возвращаются игроки акции так далее но серьезно что я немного это не понимаю может быть я не прав но она вот так вот происходит но если критикуешь предлагай на мой взгляд стрельба версии 9 и 5 2015 года было бы справедливо если бы ты свелся полностью на танке и у тебя стрельба была как версии 9 и 5 когда снаряд часто летит в середину чтобы люди понимали что они не зря целились не зря сводились тратили на это время и стрельба вознаграждала их за это более приятной стрельбой а если ты едешь на ходу с кувырка стреляешь в прыжке то вот тебе стрельба из версии 9 и 6 как на картинке показано сикость-накость куда попало по поводу карт мне кажется нет смысла держать однотипной коридорной карты 43 штуки в игре где почти на всех бои заканчиваются за три минуты где тяжелым танком до туннельных направлений очень близко ехать а зелень находится далеко поэтому тяжи друг друга на турбинах приезжают убивают за пару минут а люди которые поехали в дальнюю зелень играть они только пока доехали уже бой закончился в итоге танки которые играются там как танки поддержки с кустов там ватные стэшки птэшки они в итоге часто в бою даже не нужны в итоге на карта где пол карты зелень пол карты городские зелень просто мусор бесполезный и танки которые туда поехали не влияет на бой во первых сама суть карты с упором на тяжей во вторых они слишком маленькие скукоженные примитивные и однотипно коридорные масштабных больших карт штук 10 в игре было бы достаточно чтобы нормально приятно играть в игру они 43 одинаковые туннельные где вроде бы их много но все равно они все играются как одна за исключением некоторых открытых карт и все равно из 43 ты пару дней подряд видишь штук 5-6 которые по кругу повторяются в итоге зачем 43 если я все равно не вижу ощущение вообще нету шоих 43 максимум штук 10 как раз бы 10 больших карт бы и масштабных и хватило они вот этих вот карликовых карт посмотрите как в других играх какие карты масштабные но и по поводу балансировщика ни в коем случае нельзя включать очень много режимов одновременно игра превращается в что-то ужасное я уже давно не видел когда в игре просто включен один режим рандом и все в него играют и балансировщик нормальные бои собирает я вообще не помню сколько лет назад такое последний раз было сейчас вообще беспрерывно акции на акциях режима на режимах и все в 10 слоев накладывается и кто в эти режимы уже не наигрался и сколько лет подряд уже включают мне они допустим вообще не интересны интересные когда их включали редко ты в него немного поиграл ну и хватит чего в этого стального охотника по полгода подряд играть чем в нем там наигрывать в линию фронта я вообще не могу играть это очень скучно натиск он просто одинаковый и в первую пару запусков можно было в него наиграться но там кучку какую-то передвинули ну там чуть-чуть что-то там изменили но в целом основа режима как и было и очень много внимания этим режимом уделяется основному рандому не особо-то как-то но немного карты поковыряли некоторых стали лучше но карта 43 они все равно однотипно коридорные они очень маленькие вот немножко в эту сторону какие-то сподвижки есть вот на высоких уровнях убирают карту рудники она сильно микроскопическая но об неужели нельзя пойти еще дальше и сделать большие масштабные карты вы же умеете делать вот в линию фронта зачем-то понаделали этих огромных карт а в рандоме мы на этих огрызках играем понятно что то все по щелчку пальцев не делается но как минимум я даже не вижу стремление к тому чтобы игру делать приятнее для игроков стремление вернуть игроков да но игра же сейчас супер токсичная это я вам говорю как игрок который часто в это играет пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока